Почему улица называлась Луковицкая? И что делали жители нашего города по выходным в оврагах? А также, почему здесь было опасно ходить по вечерам, и этот район пользовался дурной славой? Путешествуем сегодня по улице Профсоюзной. Одноэтажная деревянная вятка, речка Луковица. Вот что представлял из себя этот район в прошлом. Улица была самой короткой, заканчивалась на перекрестке с Владимирской, современной Карла Маркса. Улица Луковицкая была сплошь застроена деревянными домами. В губернской вятке она считалась окраиной, считалась самой северной и короткой. Власти не обращали на улицу Луковицкую внимание, потому что ни усадеб, ни храмов в овраге не построишь. Сейчас оврага на плане города не найти. Осталась только гигантская яма между заводом и Профсоюзной. Луковицкий овраг получил свое название от речки Луковицы. Здесь северная часть города всегда брала воду. А само слово «луковицкий» откуда пошло? Можно так положить, что здесь было очень много огородов, и здесь выращивали лук. Это же была окраина города. Но если мы копнем глубже, то поймем, что название произошло от слова «лука» – «изгиб лукоморья». Если бы у нас был вертолет, например, мы могли бы посмотреть высоту тищего полета, что овраг начиная северной изгибается дугой или лукой в сторону советской современной улицы. Первыми на земле за оврагом посмотрели вятские купцы. Лаптевы развернули здесь промышленную зону. Это здание построили в 1865 году. На 20 лет раньше в Вятке появилось первое кустарное кожевенное производство. В конце 19 века Игнатий Лаптев вместе со своими сыновьями выкупил это здание и устроил здесь овчинно-меховую фабрику. Рабочие с лаптевских заводов и со всей округи облюбовали овраг для праздничных развлечений. Купив дешевые колбасы и водки, играли в карты. Затем начинали гулять. Заканчивалось все битьем окон в домах Луковицкой Слободки и приставанием к молодым девушкам. Район этот приобрел сомнительную славу. На месте древней Луковицкой Слободы сейчас слобода шевели. Этим домам почти сто лет они построены в 1910 году. Но, к сожалению, район считается неблагоприятным и построек новых здесь не предвидится, потому что целых три предприятия портят здесь экологию. Сто лет назад газеты писали «Вятка», 22 марта. При обыске в учительском общежитии конфискована нелегальная литература. На чердаке и в конюшне найдены старые прокламации 1905 и 1906 годов. Надзирательница Макушина арестована. Итак, пришло время вопроса от партнера. Банк Лынов интересуется? Если вы помните, то Слобода Луковицкая сейчас имеет другое название. Какое? Ваши правильные ответы присылайте к нам на электронный ящик и звоните нам по телефону, который видите на экране. Продолжение следует...